огонь поток просто огонь и здравствуйте глубоко уважаемые любители ледных видов спорта боремся с восходящим потоком хочу набрать высоту чтобы слетать вместе с вами на ледничок такой грязненький потому что на него я не летал еще ни разу в жизни был здесь много раз в этом районе но как-то не доводилось мы просили только что очень низко буквально вот там склоны брилли и вот здесь взяли спасительный поток вот собственно ледник которому сейчас подлетим и посмотрите какая с него идет дельта так сказать речка какая красивейшая мы спустимся пониже ну и так ярко пролетимся такой шаловливый ролик вас ожидает минут на 10 надеюсь так вот это облако которого мы пытаемся подняться у нас никак не получается с ледника образуется озеро который вы наблюдаете там такая небольшая плотиночка сделано около озера огромное количество палаток но потом я вам это все поснимаю пониже а пока в принципе меня достаточно высоты я могу идти по вот этому горному склону к леднику но я наверно рвану напрямую вот так вот на вершинку илья держи ручку разгоняйся илья пилотирует помогает так сказать порваться к ледничку большой красивый ледник вот крыло показывает на него на нем даже катаются попробую сделать увеличение может вы даже там рассмотрите ратраки которые его разравнивают иногда не видно проекцию там катаются даже сейчас сегодня сегодня 13 августа и там можно в это время кататься с ноубордистом всякие там прыгают трюки показывают и так далее левее очень тоже красивый ледник но на нем уже не катаются сзади на самый большой ледник опять же увеличу вот там вершинка самый большой южных альпах ледник мы туда тоже часто летаем но его я много раз снимал так а вот этот малыш на котором мы сейчас летим я взял ручку сейчас пройдем про промчимся рядом с вершинкой этого малыша я ни разу не летал потому что здесь как правило всегда такая относительно плохая погода и выше этой вершины не всегда удается подняться с правой стороны кстати такие три вершины может быть с этого ракурса я тоже покажу вот смотрите как выглядит ледник который активно тает и полу засыпан на любую это крях грязью какими-то вот что-то к камни какие-то но под камнями лед все по-честному чёрт черный ледник можно его назвать так вот эта скала интересная или тоже лед мне кажется это как тоже присыпанный ледник эти глобальное потепление так сказать в действие ледники о даже поток какой-то взяли ледники реально очень активно тают прям жалко-прижалко что так происходит слушайте да это вот вот видно даже как вода поблескивает сейчас мы опустимся прямо на тело пониже я пройдусь на высокой скорости еще раз посмотрим очень красиво черный черный ледник три вершинки как бы нам такой рак уже сделать чтобы весело было и не страшно вам за меня мне за себя так ну вот пора наверно еще один виражик я просто больше больше в этот куравар иначе меня сейчас тут просыпется страшной силой и так много пространства для маневра ула 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 не могу больше ты что мусор не помещаюсь будем уходить сейчас так отхожу от ледника сейчас здесь должно со страшной скоростью лить может быть рядом с этой вершинкой какой-то поток будет и тогда я смогу еще раз облетая вершинку перемахнуть через перевальчик это крыло показывает и по леднику так вниз и гигейкнуть давайте попробуем если нет левого виражом пойду назад до вершинка дает какой-то небольшой поток обхожу эту всю конструкцию западный ветер дует и сейчас буду сваливаться в ротор на тело ледника вот у меня будет левый правый 180 градусов поворот и будем пикировать так только мне надо будет другой чтобы не врезаться в стенку которая напротив вот все оптикирую я 180 зау 200 больше не могу тут валентно ну не знаю что там получилось сзади осталась вся эта конструкция вот теперь ледник на фоне моей морды друзья так действительно летать ну не сказать что страшно достаточно ответственно просто понимаете да что я еще не только один летаю летаю с моим талантливым человеком ильей который может быть не очень одобряет такие гигей ему хочется вообще куршавель он тебе заказывал полет куршавель на куршавель вот там слева мы еще туда должны успеть слетать поэтому не буду вот они красиво смотрятся такие три вершины и 3 3 таких прямо не остренькие очень издалека всегда смотрятся и красиво выглядят так ну что мы летим посмотрим еще раз на это озеро озеро яблоко кстати его можно назвать идем какое яблочное и там илья в районе озера яблоко снова встанет в набор так или а готов ручку взять давай на 150 и в то же место где мы набирали хорошо так друзья пока облаку яблоку летим ты хочешь закрутить мне давай до озера яблоко уже там закрутим разгоняйся разгоняйся не надо здесь он не широкий он лишь там облака вот под этим облачком будет поток или под этим озеро яблоко рядом сейчас стоят палатки когда илья начнет вправо поворачивать я попробую чуть-чуть попробуем увеличить да кстати хорошо стабилизирует телефон он ведь около озера яблоко домик какой-то гостиницы и стоят яркие цветочки палаток цвет озера конечно такой водичка в нем наверно мутновато ну правильно потому что не к это все течет по дельте я бы не сказал что видно сразу что там много манитин и а вот это такой вот смесь гравия какая-то все выносит кстати интересное было исследование в рядом с нашим домом протекает речка бэш и было исследование за сколько лет камни вот у нас рядом гора пик дебюр 2 700 метров с нее собственно этот бэш берет в исток за сколько лет камни дали доходят до моря в марселе куда впадает речка как оказалось что-то в районе 70 лет вот камушек который с вершины горы смыла он путешествует по реке и потихонечку докатывается ну так а там за раньше тоже сейчас система платим и докатывается это все перестала не знаю каким методом делали это исследование но факт остается фактом исследования такие были еще интересный заповедник вот по центру кадра ван вас там очень красивый леденек опять же сторону италии видите низкая кромка облачности еще раз он будет на озеро эти какой неудачно всю высоту растратили и сейчас предстоит огромная работа по набору эти высоты один и гейкает а другой расхлебывает илья тайка помогу тебе вот смотри видишь облака впереди вот давай сюда протянем мне кажется она будет работать вот таким курсом пройди немножко отдал ручку по а я нашел вам еще какие красивые скалы смотрите сейчас я увеличу как дикобраз ребро такое здесь везде можно найти какие красивые приключения вот я решил полумерзую петлю какой-то по моему поток брать вот такой ролик у нас получается такое включение с неба но почему я сейчас на такие ролики перешел потому что времени нет на монтаж 7 дней в неделю мы летаем но один проведение часы были выходным тогда что и семью время провести поэтому вы уж простите скоро закончится сезон наступит так сказать осенью можно будет снимать вам уже такие авантюрные монтированные ролики тем более материалы на снята у кого-то сколько а этот прям вот с неба загрузим и будет вам не стоит этого неба привет да надо илья помогать уже что-то никак не складывается набор видите погибели на детнике теперь расплачиваемся я дай камня ну что ж до новых встреч глубоко уважаемые любители ледных видов спорта до новых позитивных роликов где же поток где потом пожелайте нам удачи пока о поток